И поскольку этот кризис и вправду не устраивает никого, чтобы реализовался весь потенциал кризиса, рынок не хочет потерять ту линию, нить, где есть с помощью стимуляции держать ситуацию на плаву, пока на нижнем уровне не будет изменена на CDBC. Потому что дело в том, что с CDBC центральный банк становится диджеем, у него огромный пульт, и на этом пульте каждый из нас, его кошелек на этом пульте, он просто будет понижать. Например, страна нуждается, чтобы ты был ответственен более, поэтому я на время понижаю твое позволение траты на пиво и развлечения. То есть ты можешь потратить, скажем, 5% от твоей зарплаты на развлечение. Это ты, не ты можешь решать, что я хочу сегодня всю зарплату. Ты этого не будешь делать, потому что это понижено. А то, что ты должен потратить больше на вот такие-такие, это будет увеличиваться. Я всегда говорю, что CDBC, то есть кошелек конечного пользователя твоих денег, если ты контролируешь это у всех, то есть все, ты аранжировщик всей экономики, тебе не надо никакие цифры рисовать. Ты контролируя весь этот пульт, ты получишь те цифры, которые ты хочешь. Ты хочешь медленно, стабильно нормализуя на тот уровень экономики, который ты хочешь. К этому можно перейти или с ужасом, развалом всего, когда будет что-то очень плохое. Вот тогда у фидеонизированной системы появится причина внедрить CDBC. Тоже вариант, но и, возможно, постепенное внедрение, чтобы не убить все, что есть, а потом вот новая финансовая система, где мы контролируем и все вместе заботимся о том, чтобы быть более ответственны к нашим будущему и финансам. Поэтому ты пойдешь отдыхать в Сочи, а не в Париже. Фантастика просто контролирует кошелек конечного пользователя. Ты много разных, ты много тратишь на бургеры. Ты много смотришь в фильме, в кинотеатрах, дома. Ты можешь контролировать все, что хочешь. Хочешь, чтобы, например, продажу отечественных газовых напитков вирусов? На Кока-Колу минимализируешь она. Так что мы живем вот в этот переходный момент, когда кто-то говорит, что... Ну, не кто-то, а Майкл Бьюри говорит, что рынок ненормальный уже, все, хорошая новость реагирует плохо. Но в реальности рынок уже не то, что ненормальный. Его выгнали даже из психбольницы, потому что на супер реальную новость, на супер фантастическую новость все равно реагирует. Где деньги? Если бы цифры на безработницу были бы плохие, вот тогда мы бы ожидали, что скоро ФЭД что-то сделает, стимуляция. Людям же нужно чем-то деньги дать. Бензин стоит дорого, безработница плохая. А вы взяли и написали, что безработница у нас как в Ваканде. Все счастливо все работают. Да. Так что я поймал себя на том, что я тоже реагирую негативно на хорошую новость. Но, по крайней мере, я осознаю ненормальность ситуации, неадекватность. Все. Спасибо большое. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok